Внезапная утрата охватила российское кинематографическое сообщество, поскольку стало известно, что всего два часа назад из жизни ушел талантливый актер Андрей Леонидович Горбачев. Ему было всего 36 лет. Согласно предварительным данным, скорая помощь прибыла к дому актера, сегодня утром. На текущий момент причины его смерти остаются неизвестными, и проводятся расследования. Андрей Горбачев, российский актер театра, кино и телевидения, был известен своим профессионализмом и харизмой, что сделало его выдающейся личностью в мире искусства. Его многогранный талант и лицейская уверенность позволяли ему успешно воплощать самые разнообразные образы, завоевывая восхищение зрителей. Семья, коллеги и поклонники остались в шоке от внезапного ухода актера, и его творческое наследие будет жить в сердцах поклонников. Редакция выражает искреннее соболезнование семье и близким Андрея Горбачева в этот трудный период. Андрей Горбачев, начавший свой путь в мире кинематографа, образом Саши в короткометражном фильме «Марганцовка», оказался настоящим открытием для зрителей. В этом проекте он делил съемочную площадку с актером Андреем Фиськовым, который стал известен своим воплощением Джона Ватсона в российской версии сериала «Шерлот». Фильм попал в конкурсную программу фестиваля «Аэрт кино» в апреле 2010 года, организованного для поддержки независимых авторов. Это событие стало первым шагом в успешной кинематографической карьере Горбачева, привлекая внимание к его таланту и актерской мастерству. Артист также оставил свой след в телевизионной сфере, принимая участие в шестом сезоне популярного сериала «Ментовские войны», который базировался на реальных событиях из жизни. Автор сценария – Максим Ясаулов, бывший полковник милиции, комментировал этот выбор, отмечая, что сюжеты для сериала черпались из оперативной работы, и они порой были настолько захватывающими, что сам режиссер Квентин Тарантино мог бы позавидовать. В 2016 году Горбачев принял участие в полнометражной драме под названием «Я умею вязать», режиссером которой стала дебютантка Надежда Степанова. Эта роль открыла для актера новые горизонты и предоставила возможность сотрудничать с талантливой Алиной Хадживановой. Несмотря на свой короткий путь в мире кино, Андрей Горбачев оставил незабвенный след в истории российской кинематографии, запоминающимися образами и вкладом в разнообразие жанров и форматов. Его неожиданная утрата стала трагедией для всего кинематографического сообщества, и его талант и харизма, будут помниться поклонниками на многие годы. После успешных работ в различных проектах, Андрей Горбачев продолжил разнообразить свою фильмографию, присоединившись к касту криминального детектива «Канцелярская крыса», где ему доверена роль, вместе с Алексеем Ниловым и Алексеем Кравченко. События криминальной драмы развивались в вымышленном городе Портовый, олицетворяя вымышленный сборный населенный пункт, который был смонтирован из трех различных мест Выборга, окрестностей Санкт-Петербурга и Кронштадта. В своей актерской карьере Горбачев также олицетворил второстепенного персонажа капитана Буркина в многосерийной картины «Алекс Лютый». Сюжет телешоу был основан на биографии коллаборациониста времен Великой Отечественной войны Александра Юхновского, который сотрудничал с немецкими захватчиками во время военных действий. В 2021 году в фильмографии Горбачева появилась драма Игоря Угольникова под названием «Учености плоды», рассказывающая о событиях 1944 года в оккупированном фашистами селе Михайловском, где расположен дом-музей Александра Пушкина. Андрею посчастливилось работать на одной площадке с такими талантливыми актерами, как Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Анастасия Мельникова. Проект был удостоен четырех премий «Золотой меч» на международном фестивале военного кино имени Юрия Озерова, включая награду за лучший фильм. В последующем Горбачев засветился в криминальной мелодраме «Цена иллюзий» с Александром Половцевым и Александрой Никифоровой в главных ролях. Актриса Никифорова выразила свою крайнюю удовлетворенность воплощением образа девушки-оперативника, а съемки напомнили ей о том, как в детстве она мечтала стать милиционером. На вопросы о своей личной жизни, Андрей Горбачев отвечает кратко, уточняя, что в прошлом он был дважды женат. Из разных браков у актера двое детей и сын, Иван и дочь Ярослава, которых он воспитывает. В начале марта 2023 года состоялась премьера четырехсерийного фильма, и еще одна попытка полюбить, в котором Андрею Горбачеву досталась одна из центральных ролей Гордеев. Вместе с актрисой Анастасией Сорокиной, они создали замечательную пару. Проект был представлен на канале «Домашний» в рамках линейки, сказочные мелодрамы, и вызвал интерес у зрителей. В тот же месяц зрители смогли увидеть Андрея Горбачева в остросюжетной ТВ-ленте «Изгой», где он исполнил одну из главных ролей Вальда. Производство мини-сериала было возложено на компанию 3X Media по заказу 5 канала. Режиссер Дмитрий Аверина характеризовал свое детище не просто как детектив, а как настоящую шекспировскую драму о возмездии. В начале ноября 2023 года на экраны вышла 4-х серийная картина «Грибной дождь», где Горбачев исполнил основную роль Вячеслава, экранного мужа Марии Капустинской. Этот телепроект также пополнил коллекцию «Сказочные мелодрамы» на канале «Домашний». Вместе с Марией Капустинской они создали увлекательное и эмоциональное дуэт, завоевав внимание и сердца зрителей. Андрей Горбачев, чье рождение состоялось 10 марта 1987 года в Ленинграде, пережил развод своих родителей в раннем детстве. Его путь к выдающейся актерской карьере начался в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, где он обучался под руководством наставника Андрея Андреева. В 2014 году Горбачев завершил свое обучение и получил диплом. В своей молодости, будучи выпускником, он служил в театре «Комедианты», где сыграл в спектакле «В. День свадьбы» по пьесе советского драматурга Виктора Розова. В этом театре он также выступал в качестве ассистента постановщика Захара Черезова. В спектакле «Женитьба» по произведению Николая Гоголя Горбачев воплотил образ Ивана Подколесина. С 2015 года Андрей стал артистом театра на Васильевском, под руководством главного режиссера Владимира Туманова. В мае 2018 года на сцене театра в постановке «Все для победы» Горбачев исполнил песню Лизавета в дуэте с Екатериной Рябовой. Он также принимал участие в постановках таких произведений, как «Охота жить», «Гроза», «Молодильные яблоки» и еще один «Джексон». За свою карьеру в театре и на экране Андрей Горбачев продемонстрировал многогранный талант и профессионализм, завоевав признание как в сфере театра, так и в мире кино.